Субтитры делал DimaTorzok Итак, день третий. Работаем. А вы? По-моему, нет, мы не работаем, потому что для того, чтобы что-то снять нормально. Мне нужен второй человек, а он работает. Или что? Он недок уже взрос и стал совсем взрослым. Он недавно стал отцом. Работа сжали по решетству. И уже с вашей человек полна примечения и путешествий. Потому что биороботы бессмертные. А, возможно, он клайнированный. Мы поселили вам идею, что у нас есть пёс. А на самом деле его не существует. Вот, всё с обеда. А мы выдвигаемся на солёное озеро. Находитесь рядом со знаком. Со самым знаменитым знаком. Да. До этой замечательности Батайска мы оцениваем на десять баллов. Десять из десяти. Конечно, до сфинкса это не достаёт. До Батайского сфинкса, но... Кто-то против пешехода в этом городе определённый. Двигаемся. Суровые батайские бетонные мячи. Дети ими играют в футбол. Дон Камыш и Локи Дог. Локи Дога знают. Кто? Хальсонка! 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 Хальсонка, да? Вам не разрешают общаться, вот и босс. мы пытались собаки-зомби собаки-зомби будьте осторожны говорят здесь в Батайске самый лютый питомник где разводят зомби-собаки-убийцы их отправляют прямиком на военные конфликты в Камбоджу и Перу как вы можете прокомментировать это не батайская тема на самом деле это не ваша культура да это все как раз таки оттуда привезено четыре с половиной тысяч лет назад вот мы когда вчера говорили о сфинксе помните что это собака да то есть вот тогда это собака но он собачий сфинкс да 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 а так это кошка они там и начали вот что что мы сейчас видели этот факт когда уже это зомби сдулась они снова накачивают и туда то есть там бои собачьи бои то есть они сражаются почтой России вот они почтой России куда отправляют разрешенные неразрешенные и происходит динамическое равновесие пока мы выигрываем это позитив Аллилуйя Солевое озеро ну и первые солевые много криминальных историй рассказывают про это место в 90-х криминальные авторитеты топили конкурентов выживал сильнейший специально для рыбаков она приманивает рыб поднимает боевой дух рыбам и рыбакам в том числе вот такими вот волшебными вибрациями мы создаем думаю что рыба сама прыгнет выпрыгивать на берег и там она перелет ой ну вода просто кипяток вода просто кипяток это соленое озеро растоп на дарму Бокки нашел себе да любовь ул ограбление поезда ограбление поезда все в Хогвартс? Да. Вам сова письмо приносила? Мне Локи принес. А, Локи. Съел сову, принес письма. Да, он такой. Он, он май гад. Смотрите, какое колесо. В сравнении, в сравнении. Мы все собрались в лифте, для того, чтобы посмотреть на дизайн. Нифига себе, это девятый этаж. Мы путешествуем по этажам, еще мы заедем на седьмой. Ну и, конечно же, выйдем покормить Локи. Итак, день четвертый. Решили выдвинуться в Ростов. На дону. О, семерка. Семен, да, буква ГАГа похожа на девяносто градусов. Система показывает Локи, где надо делать дела. И где не стоит. Я могу по-другому показывать. Тогда меня штрафуют. Ну, в принципе, адекватная штрафка, да. Что-то они, не хватило им, конечно. Мы можем с ним вдвоем сесть в две персоны. Ну, что они псу скажут, а копаются до пса? Пятнадцатый этаж. Да, смотри, оригинальненько, да? Я бы сказал, что это трофер. Вот так. Титан-голь. Как будто семьдесят, блин. Неоспоримый и очень даже весомый вклад в развитие человеческой цивилизации. Будьте ближе к коням. Будьте добрее, как кони. Кони спасут мир. Прикольно. Пойдемте на балкон. И вновь кони, и вновь кони. Еще одна доказательство, что кони... Друзья, слушайте. Друзья, да. Вольфья Танцкова. Первотечественной войны. Андрей Иванович Куато. Мы думаем выбрать себе рубашку, в общем-то, мы вот в таком секонд-хенде. Здесь сегодня все по 149 рублей. Да. Суита. Мне нужна какая-то рубашка, снятая с мертвых. Ну, с кого-нибудь с мертвых. Не важно. А вы думаете, здесь есть не с мертвых? Думаете, это все тут сморга с кладбища. Мы вновь находимся на аниме-фестивале. На аниме-фестивале. Вот они, смотрите, герой сегодняшнего дня. Герой мультиков. Аниме-фестивале. 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 Нет. Позитивные аниме-фестивале. Локи-локи. Любимец девушек. Они сами к нему подкатывают. Погладить собачку 50 рублей. Фотка 100. А посмотреть? Сплатно. Одним глазом, да. Любви, надежды, тихой славы. Недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы. Как сон. Как утренний туман. Но в нас горит еще надежда. Под гнетом власти роковой, нетерпеливой душой. Что там было? Кишкой последнего папа, последнего царя удавим. Это мощь. Это мощь. Товарищ Верь, взойдет она. Звезда пленительного счастья. Россия вскрянет ото сна. И на обломках самовластия. Зарастет народная тропа. Все. Вперед. Вот он сидит в центре города. В центре Ростова. Потому что он может. Молодец. В центре города. Там Дмитрия Донского. Ростов-на-Дону. Москва на Москвирке. Ну до Москвы мы еще не доехали. А вот он Дон. Вот он Ростов-на-Дону. Перед вами сейчас предшественники Долорес. Ну изначально пока вот такие предшественники. Они особо не очень похожи на людей. Но они уже играют на баяне почти. Ну в общем эволюция налицо. В общем эволюция налицо. Путешествие-путешествие. Так здорово. Новые места. Новые города. Новые лица. Новые статуи. И храмы. И собаки. И собаки. И собаки. И кошки. И вообще. Всех. Знакомишься с новыми людьми. Общаешься. Смотришь как живут другие. И не видишься с людьми, которых здесь миллион лет не видел. Приходишь к ним на вершине. Продолжается распечатка. Работа. Все вот. Постоянно движетесь. Мы постоянно работаем. Абсолютно постоянно работаем. Отпуск это никогда. Вы просто ничего не делаете. Мы вот с типографией. Смотрите, тут есть Брюс Виллис. Это Брюс Виллис. По всему миру. И люди везде живут так же. Но вот нет. Не так далеко уехали. По сути-то от. Владикавказа. А вообще все по-другому. Так что вот. Будем посмотреть. Вот такой вот трек. Тема идет. С локи-догом. В ту аллея. Вот оно искусство. Будем исследовать. Будем исследовать этот город. Влад, он счастливый. Каждый день гуляющий по новым городам. Мы находимся в центре Новочеркасска, идем по аллее. Говорят, тут находится центр казачества, донского казачества. А тема, это мы управляющие. Очень древний город, тут вот в центре видно дореволюционная застройка. Вот он, храм. Сейчас почитаем, кого храм. С золотыми куполами храм. Ермаку Тимофеевичу. Пес, тебе надо побыть здесь. Тебя в святой храм не пустят. Сейчас мы сходим, спросим, сколько стоят услуги экзорциста и вернемся. Когда экзорцисты идут к тебе. Поэтому мы идем без него. КОНЕЦ К сожалению, экзорцист не взялся за наш заказ. Он сказал, это очень тяжелый случай и мы вам, к сожалению, в данном месте и в данное время помочь не сможем. Ну, он дал нам некие контакты, неких людей, с которыми мы свяжемся. Да, и возможно, они нам подскажут, что здесь делать. После того, как его похитили пришельцы, он вернулся. У него бывают странные поведенческие моменты, так скажем. Да, он до конца не может контролировать свое тело, поэтому он хромает. Он хромает, он может просто моментом встать и вот так зависнуть. Да, он зависает. А потом резко отвисает и начинает скалиться. Ну, все будет хорошо, лохи-дог. Все будет хорошо. Он верит тебе. Мы его подлечим, подлечим, конечно. Мы их не бросаем. Мы их не бросаем. Мы их не бросаем. Мы их не бросаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Движемся к западной триумфальной арке Продолжаем исследовать центр Новочерка Деньги ищи Деньги уже туда забрал А ты набрызгай на пса, ему хорошо будет Вот такая вот триумфальная арка Одна из... И как вам триумфальная арка? Ну я думаю, что нас идет еще впереди много арок И для первой триумфальной арки Ну как-то не очень Вот, уже высохнула Надо как-то справляться Там идите Все, вылазь Посмотрим другие, потом будем сравнивать Учительница так выглядела? Первая учительница? Да Да, помню свою первую учительницу Ее звали Александра Ильинич Это вообще хорошая была женщина Ну она уже была в таком уже возрасте И после наших классов она никого Ну уже не вела А там птицы свели гнездо И живут на левом плече у ангела Под крылом у ангела Может это гнездо ангелят Думаю, что там рождаются ангелята Ангеленки Может быть Ангелуши Ангелочки Наша учительница очень много чем нас научила Она дергала нас за щеки и уши И было довольно неприятно Вот ваше так делало? Ой, не помню Не помню Но она и всыпать могла Если это неадекватно Вообще, я думаю, от первой учительницы Вообще, много чего зависит Человек приходит на 10 лет Или на 11 Как там сейчас учится Такое заведение Чтобы набраться каких-то знаний И то есть его первое впечатление Оно как бы Это не такое мгновенное Что ты пришел и вот сейчас А вообще Социальная адаптация и прочее Вот она, арка номер два В нашей жизни Честно, она не особо отвечает От той Твоей триумфальностью Да и вообще Такие же ангелочки В принципе, идентично Локет едет лежа Что-то он так подустал Да? Давай, давай Давай Надо пополнить внутренние ридеруары Для правильной циркуляции Охлаждения этого биоробота Локет-док в жаркую погоду Не хочет есть А вот тут спадает жара И он хочет, видишь? Ага А Тема когда хочет? Тема хочет кушать, когда он злой Ты злой? Я злой Правда? Они меня все Испытывают меня, понимаете? Испытывают А я еще и голодный Кошмар Что мы готовим к еду? Это завтрак, обед, ужин сегодня Кроме Кошка так-то ничего и не ели Ну, после завтра концерт Он даже не репетировал После завтра После завтра После завтра Когда он репетирует Я репетирую, да Тут посмотрите, сколько песенок прибавилось Вот надо все выучить Ну, как вспомнить Вот это, чтобы не задевало А то поплавится Все? Ну, поставь Вот такой вот пятый день Пятый день Сейчас еще пойдем пса кормить День еще не закончен Как же арбуз? И арбуз, а потом арбуз И арбуз, а потом апкетит И арбуз, а потом и кофе У нас сегодня шестой день, мы собрались и выдвигаемся, мы больше здесь не живём. Мы едем в Волгоград. Град. И вот на этой ноте, прекраснейшей, замечательной ноте, мы отправляемся дальше в город-герой Волгоград. Вы погибаете в зону страха и ненависти в Ростове на Дону. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...